Ну и отдельно, как и обещала, я расскажу вам о том, как мы искали квартиру и какие-то советы вам дам. Значит, как мы... Происходил сам поиск. Значит, мы для себя взяли три основных источника. Первый это Gum3. Приложение даже есть такое, не только сайт, но и приложение очень удобное. А потом Otodom. И, конечно же, самое основное, наверное, это OLX. Вы можете скачать приложение OLX.pl и там удобно фильтруешь себе категории, которые интересны. Одно-, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. И тому подобное. Значит, в Варшаве, по крайней мере, квартиры расходятся очень быстро. Значит, мы не раз сталкивались с тем, что утром мы проспались. Вот утром я уже наизусть знала все квартиры, которые там выставлены на сайте, на сайтах. И утром, смотрю, появляются новенькие квартирки. Пока ты там думаешь позвонить, пока ты наберешь, уже хоп, знаете, уже сегодня столько людей записаны у нас на просмотр. Давайте на завтра. И бывает такое, что квартира уже занята. Так что надо было хватать очень быстро. Утром у нас так и начиналось. Мы открывали все эти приложения, все сайты, смотрели новые квартиры, которые выставляются, которые нас заинтересовали, подходят по всем критериям, по цене, по условиям всем. Добавляли в закладки, ну там, в избранные в закладки. И вот потом начинали прозвоны. Значит, вот рассказываю так. Где-то каждый день у нас понравившиеся варианты были, ну штук, наверное, 20-25. Когда начинаешь прозванивать, половина из них отсеивались, потому что уже не актуальны. И еще часть только слышали иностранную речь. То есть я сначала пыталась на английском с ними разговаривать. Бросают трубку. Или говорят, что не понимаем и тому подобное. Я говорю, хорошо, давайте на польском будем разговаривать. Мы же заранее уроки брали польского языка. Мы не так много, где-то 10 частных занятий у нас вышло. Но как бы там ни было, что-то досвязать могла я. Вова мимо проходил меня, когда я звонила, общалась с владельцами квартир. И говорил, ничего себе, ты уже как поляшка разговариваешь. Ну это он, конечно, льстил. Но как бы там ни было, когда ты вынужден, когда тебе надо объяснить человеку что-то сказать, и другого варианта нет, не понимает человек ни русского, ни украинского, ни английского. Поэтому, знаете, приходится развязывать свой язык. Ну и многие не хотели тоже украинцев. Да, наверное, кто-то зарекомендовал себя уже не в лучшем свете. И говорят, извините, они как бы культурно нормально говорят, извините. Но мы просто предпочитаем только поляков. Да, конечно, не вопрос. До свидания. И из 20-25 вариантов под вечер оставалось только 2, 1-2, максимум 3 варианта. Днем они, естественно, не показывают квартиры, потому что они работают. На выходных они не показывают квартиры, потому что они отдыхают. Поэтому остается только вечер. Город большой, расстояние между районами большое, поэтому нам удавалось смотреть максимум 3 квартиры. Это самое большое количество, что нам удавалось. А то и было такое, что одну, потому что далеко добираться. И вот советую вам посмотреть хотя бы по одной квартире в каждом районе. Потому что районы вы не имеете представления, какие. А когда туда попадаешь, то сразу же начинаешь формировать себе картину этого района. То, что ты видишь там на гугл-карте, то, что ты читаешь отзывы, картинки смотришь, это совершенно не то, нежели живые ощущения, правильно? Поэтому постарайтесь в каждом районе посмотреть квартиру. Мы смотрели даже, вот мы за рекой даже не рассматривали еще квартиры. Изначально думали, что мы даже смотреть их не будем. Но решили поехать, почему нет. Поехали, посмотрели районное торговое, там марки района. Вот тот вот неплохой, в принципе, район. Но далековато для нас было от метро. Мы поняли, что вот жить главное рядом с метро и либо с трамваем. Вот эти два вида транспорта, которые объезжают пробки, которые очень удобны в использовании. Работают кондиционеры в трамвае, в метро тоже прохладно, много людей нет. Очень часто ходят, то есть каждые 2-3 минуты трамваи бывает такое, что вот просто один ушел, следующий пришел другого номера. Ну, это самые для нас комфортные виды транспорта. И, соответственно, мы поняли, что нужно искать, даже если не близко к центру города, главное, чтобы было рядом метро. Так мы и выбрали квартиру нашу, которая, в принципе, далеко от центра города находится, но села на метро 20 минут, и ты там. Транспортная развязка удобная. Следующий мой совет. Ни в коем случае не идите в агентство. Вот серьезно, ну, вообще нет никакой проблемы найти квартиру самому и выйти на хозяина. Очень много вариантов. Практически, я не знаю, вот на OLX, по крайней мере, практически все варианты от владельцев квартир. Попадали мы на агентство, да, но я сразу говорила, извините, мы ищем от хозяина. Зачем платить, теперь вам переплачивать? Ну, бывает такое, что мы попадали на агентство, которое говорило, что вам не нужно будет ничего платить. Это хозяин с нами связался, и хозяин будет платить комиссию там какую-то. Вот, бывает такое, но серьезно. Ну, практически все владельцы выставляют квартиры, поэтому звоните сразу владельцам, договаривайтесь с ними сразу. Они на месте, у них есть распечатанные эти договора. Мы вот встретились, значит, наши хозяева живут не в Варшаве, а в 400 километрах от Варшавы. Они дали ключи там друзьям своим, нам все понравилось. Тоже можете свои условия какие-то выставлять. Они вообще абсолютно были не против и украинцев, и иностранцев, им было все равно. Очень хорошие, приятные даже сами хозяева и их друзья. Они нам дали трубку, мы поговорили с хозяйкой. Я хозяйке сразу сказала, что нас все устраивает. Единственное, что в квартире только одна двухспальная кровать была, а нам нужно для Веры еще было где спать. И я попросила, чтобы они купили диван. Она говорит, да, без проблем, мы закажем диван. Заказали нам двухспальный диван, мы вот ждем его, никак не придет. У них тут доставка не такая, что на следующий день. Минимум 14 дней нужно ждать, чтобы с магазина доставили мебель. Вот так вот. И они единственное, что говорили, не, ну только вы не вселяетесь еще. Мы же хотим тут стены покрасить, окна поменять. А мы смотрим на окна. Хороший металлопластиковый окна, только они такие под цвет дерева. Я говорю, а зачем менять? Они что, текут? Потому что у нас получается последний этаж мансардный. И у нас окна вот так вот в потолке немного получается. Ну на кухне, по крайней мере, в комнате нормально, так в стенке. В кухне, вот так вот в потолке. Я говорю, ну что, зачем их менять? Они что, текут? Ну они говорят, да нет, не текут. Ну просто, ну они не сильно красивые. Мы говорим, да нормальные красивые окна. Я говорю, нам так срочно нужно. У нас каждый день на счету. Мы каждый день платим по суточную за квартиру. Поэтому уже хочется снять долгосрочную квартиру. И мы говорим, можно мы въедем прямо завтра, пожалуйста? Они говорят, ну а как же стены покрасить? Я говорю, да мы их как повымываем. Я говорю, все нормально, нам все устраивает. Они, ну если вам-то все устраивает, все нравится. И вот хозяйка, представьте себя по телефону, она начала молодеться, она начала говорить нам за какие-то минусы этой квартиры. Говорит, а вы видите, что тут немного жарко? Вот вы пришли, было душно, жарко. Я говорю, да. Я говорю, ну мы с Одессой, у нас сейчас в Одессе 38 градусов жары, поэтому для нас ваши 31 или 32 в квартире это не проблема. Она посмеялась, говорит, ну да. Ну а вы видите, что вот пятый этаж и без лифта, вам это не проблема? Я говорю, да нет, не проблема. Я говорю, ничего страшного, подкачаем ноги. Ну то есть, такая, знаете, не скрывала какие-то нюансы, а сразу говорила, что потом не возникало никаких вопросов. Ну и на следующий день ее муж за 400 километров ехал к нам, чтобы заключить договор. Кстати, по поводу прописки, мы тоже сказали, что нам нужна прописка Мельдунек. Ну они как бы без проблем прописали договор, он так переживал, еще говорит, возьмите свои руку. Напишите туда фамилии и имена ваши, чтобы я не сделала ошибку, потому что я переживаю, вы же пойдете в Ужонт, будете прописываться. Дал нам еще денег на лампочки, говорит, я же просто тут не живу, мы же далеко, вы извините, мы там не помыли квартиру, мы не привели ее в порядок. Дал нам денег, говорит, купите вот лампочки там себе. И учитывая то, что мы сняли квартиру 12-го числа, я говорю, ну мы же не за весь месяц будем платить, да, вот вычтем вот оставшиеся эти дни. Он говорит, ну за полмесяца. Я говорю, ну как это, ну полмесяца, все-таки 31 день в августе, я говорю, ну все-таки 2-3 дня, это тоже деньги. Он говорит, да нет, перестаньте, за полмесяца, да и все. Нам было очень приятно тоже, знаете. Вот, и конечно же кауцию, это залог, так же как и у нас в Украине полностью сумма такая же, как за 1 месяц аренды квартиру, такая же сумма еще и кауции, залоговая сумма. Мы тоже дали. Ну он в договоре это прописал, буквально там на следующий или через день, я уже не помню, мы пошли, не, мы вымывали квартиру день, да, мы пошли в Ужонт и без проблем там взяли номерочек, никаких там больших очередей там нету, мы там пробовали всего где-то минут 40, наверное. Нас прописали и обязательно просите в этих, как это, ну короче официальную бумажку они выдают с печати о том, что вы прописали здесь на каждого, то есть отдельно на меня, на Вову, на Веру выдали такое письмо официальное, ну мельдунок именно, сам прописка, то есть для того, если вдруг где-то у нас будет требовать, я думаю, что может там в школе потребуют, вот так вот. То есть нашли мы квартиру сами, сняли мы двухкомнатную квартиру, дальше еще такой вот момент, смотрите вы допустим квартиры, ну например, да, мы искали двухкомнатную квартиру, мы рассчитывали где-то, что будет где-то полторы тысячи злотых арендная плата и мы знали, что помимо арендной платы есть, существуют такие сборы там, как административный сбор, за обслуживание дома, как у нас там СДПД, да, и свет, вода, газ, это все тоже надо уточнять. Вот смотрите вы допустим, что квартира стоит полторы тысячи злотых, обязательно еще внимательно читайте, во-первых, с какого момента доступна квартира, потому что было такое, что мы не прочитали, приехали, а она аж только с октября сдается, и мы так, да, мы невнимательны. Вот, так что на это обращайте внимание. И вот эти вот чинжи, чинжи это вот этот вот сбор за обслуживание дома, вывоз мусора и тому подобное, то есть их нужно тоже учитывать. И зачастую эти чинжи такие немаленькие, например, за полторы тысячи вы снимаете квартиру, и плюс еще где-то 500, может быть, сборы. Поэтому мы поняли уже, что можно, в принципе, в фильтрах ставить и не полторы тысячи максимальная цена за квартиру, а, например, там 1700-1800, потому что часто бывает такое, что в эту стоимость уже включены эти сборы, то есть только остается оплата по счетчикам. Так вот, в принципе, у нас и вышло. Мы сняли свою квартиру за 2000 злотых, тут уже все сборы включены. Заводу сказали, что нам платить не нужно, если мы не перелимитим там какой-то там лимит, да. Раз в полгода они приходят и смотрят эти счетчики охрана. Ну, куда-то они там, видимо, отсылают. И только раз в полгода мы поймем, перелимитили мы хоть когда-то там за эти полгода или нет. И если там перелимитили, то нам нужно будет это заплатить. А так по счетчику мы платим за свет, как они нам сказали, что где-то 40-50 злотых за два месяца. И за газ. Газ 19 злотых в месяц. Вот так вот, такой вот расклад. Однокомнатную квартиру вы можете снять там примерно за 1300, и тоже, опять же, эти сборы еще. Но, вот серьезно, рассчитывайте без агентства. Рассчитывайте на сумму аренды квартиры и на кауцию, да, вот на первый месяц. Агентство, вот, легко найти без агентства. Не заморачивайтесь по этому поводу, серьезно. И небольшой видеообзор местности, где мы живем здесь недалеко. Вот эта вот вся зеленая зона, это все зона для выгула собак. Тут везде вот мусорные баки для кулечков. Вы поняли, с чем. Все гуляют с собачками. И эта дорога, она ведет в лес. Там дальше лес. Мы как-то соберемся на пикничок туда. Обязательно сниму дерево со скворечником, да? А почему тут, знаешь, Вера, почему? Потому что тут вот отделение ясельной группы садика, государственного садика. И тут отделение яселек. Мы туда заходили уже. Вот так. И эта улочка ведет к нашему дому. Такие вот домики у нас. Идем вверх, покажем, где мы живем. Рядом у нас и теска. Еще одна собачка. Все с собачками гуляют. Самая распространенная порода собак здесь это мальтийские баллонки белые. Мне очень нравится. Да, они такие красивенькие. И просто каждый второй житель ходит с такой баллоночкой. Видите, на балкончиках у кого-то цветочки растут. А вон у некоторых и елки на балконе. Вера, уходим с проезжей части. Тут большой такой пирожный дом. У нас вот, если дойти до конца улицы, сюда чуть-чуть правее, там уже метро. В этой стороне там у нас теска, супермаркет большой. И цены там очень хорошие. До Ашана нам ехать, в принципе. Можно с пересадкой, можно на прямом автобусе. Такой тихий сейчас. Спокойный день. Солнечная погода. Хороший. Вот наш дом. Это такой крутой дом. Он умеет летать. Там двор. Куда у нас окна выходят у нас во дворе. Окна. И еще там есть дворик, где детская площадка небольшая. Там буквально песочница. Одна горка. Там турник. Вера украинские песни запела. Тут, кстати, в округе много из школы государственных частных, так же, как и садики. И вот наш дом. Вера улиток тут собирает каждый день, переносит домой. У нас уже штук двадцать живет. Вот наш дом. Там очень большой и большой. Чтобы жейти во двор надо кот везти. Вот такой, видите, очень милый, приятный домик и двор. Если будут у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечу. И кому понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Кстати, он называется Паня-иммигрантка.